Добрый день, друзья! Добрый день! Итак, у нас прошла неделя незаметно вообще. И за эту неделю у нас пришли новые письма и новые новости влетели в жизнь инфодайвинга. Новые результаты, новые наработки. И обо всем подробно. Итак, в самом начале еще прошлой недели к нам написала мама Ярослава. Она рассказала, что у ребенка теперь баллы по АТЭК снизились с 66 до 58 баллов. Казалось бы, немного, но теперь Ярослав какает постоянно. А раньше он ходил по-большому один раз в 8 дней. И у Ярослава начала восстанавливаться физиология. А после того, как этот процесс завершается, после этого у нас развивается все остальное. При одном условии, что двигается мама. Насколько важна мама, чтобы двигался ребенок в развитии? Мама это все. Мама первична. При этом мама сделала тест АТЭК себе, а у нее показало 18. Это, в принципе, чуть выше нормы. Но 18. Это еще не говорит о том, что мама искренне его составляла. Поэтому тут мы не будем спорить абсолютно. Но то, что составляла уже молодец. Но то, что она уже пошла на это, это уже хорошо. Что она честно посмотрела в глаза, потому что очень многие родители боятся сами пройти тест. Или проходят так, ну это же само собой разумеется. И врут сами себе. А потом на выходе смотрят в глаза аутизму. Вот так у мамы уходит аутизм, у ребенка уходит аутизм. И это настолько, вот просто зеркально, зеркально просто. Мама изменилась, изменился ребенок. Мама поменялась, поменялся ребенок. И это вот оно прям видно. Вот для нас так это видно вообще сразу. Все сразу видно. И самое главное, чтобы мамы не врали себе. И, кстати, мне очень порадовало сообщение от следующей нашей мамы Валентины, которая написала, это наш, наверное, самый возрастной ребенок на сегодняшний день, Миша. Миша получил аттестат с четверками и пятерками. И он сдал экзамен по русскому языку на отлично. И это было удивительно как для мамы, так и для учителей. Потому что от него такого прорыва интеллектуального не ожидали. Но это случилось. А мама говорит, а я ползу в своем темпе, назад я уже не пойду. Она потихоньку выстраивает отношения с мужем, потихоньку видит и наблюдает за собой в жизни. И это медленный процесс, но это процесс осознавания. Она признает, что она ползет. Она признает это. Поэтому это медленный, конечно, процесс. Но это молодец, мама. Но это молодец, она двигается. И еще один ребенок у нас на этой неделе был на приеме у психиатра. И еще один психиатр не смог ему поставить аутизм. Поставили только задержку речевого развития. Итак, Искандер уходит из аутизма. И это прекрасно, потому что из аутизма уже ушла и его младшая сестра. Или старшая. Сашенька у них старшая или младшая? Старшая, наверное. Да и не важно, старшая или младшая. Зато ушла. Итак, у нас еще пришла информация совсем по новому ребенку, с которым мы начали работать. Ну, вот буквально совсем-совсем недавно. Совсем недавно. Я не помню, Майя или даже... Ну, совсем недавно. Совсем недавно. И вот мама прислала, что из достижений Вадюши панических атак нет. А у этого ребенка были панические атаки. Полное обслуживание себя в плане туалета. А этот ребенок себя не обслуживал полностью. Стал интересоваться животными на улице. Дома гладит, догоняет, рассматривает, трогает с интересом. Стал сам рассматривать книги, картинки в них. Причем книгу держит правильно, а не как раньше, вверх ногами. Научился сам давать бузьки, что для мамы, конечно, очень важно. Может выполнять короткую инструкцию, а самое главное, он сопровождает ее указательным жестом. Смотрите, ребят, прошел месяц практически. Вот совсем недавно, может быть, даже месяца не прошло. А у Вадюши уже такие достижения. И это круто, потому что мы понимаем, что это стало возможным лишь по одной причине. Потому что мама начала двигаться. И кто-то говорит, что мы ругаем мамы и не обижаются. Кто-то нас боится, кто-то что-то. А кто-то берет и работает. И вот это на самом деле круто. И мы ценим таких мам. Нам везет с родителями. Либо мы очень сильно им придаем ускорение. Бывает такое, грешны. Ну да. А сейчас мы немножко уйдем от аутизма. Потому что инфодайинг – это не совсем про аутизм. Чтобы вы понимали, у нас разные направления есть. И все, что касается инфодайинга, все, что касается того, что творится у людей в подсознании, какие там происходят процессы, как коллективное влияет на человека, и как человек влияет на коллективное. И глубочайшее озарение сознания в теме взаимодействия с коллективным бессознательным. И вообще есть ли бессознательное. Это все в нашей новой книге, которая называется «Инфодайинг. Коллективное бессознательное». Она уже на предзаказе. Потому что она со дня на день уже выходит из издательства. Потому что туда входит следующая наша книга «Инфодайинг. Знания». Так-то у нас книги идут крайне быстро. Потому что еще три стоят на очереди. Как только выйдет «Инфодайинг. Знания» пойдут еще три штуки. И поэтому, если вам интересно, можете на предзаказе заказывать «Инфодайинг. Коллективное бессознательное». А еще из новостей. У нас была экспериментальная и есть экспериментальная группа по миоме. И мы все время по ней не выдавали результатов в люди. Мы как-то молчали и говорили, ну мы немножко подождем. Нам нужны медицинские доказательства до, после и так далее, и так далее, и так далее. И мы старались не ляпать языком, дабы не сглазить. Ну я чушь говорю, но факт. Мы не выдавали информацию в эфир. Итак, мы начинаем выдавать эту информацию в эфир, потому что скоро будет сниматься следующий фильм. И это будет первая часть по эксперименту по миоме. Потому что здесь есть очень хорошие результаты. И мы хотим вывести этот эксперимент в стопроцентный результат у всех. Итак, нам прислала заключение УЗИ наша девушка. У нее все, эндометрий пока не однородный, но полипов видно не было. У нее были полипы в матке. Мы брали не только миомы, мы брали женские заболевания, то есть проблемы с яичниками, полипы, миомы, все, что касается женских болезней. Потому что с точки зрения психики, на самом деле, будет там миома, полип или еще что-то, это вообще не имеет значения. С точки зрения психики есть проблема взаимоотношений мужчина-женщина. Есть проблема обмена энергией, обмена ресурсом, обмена силой. Есть проблема взаимодействия. И эта проблема у женщин проявляется на яичниках, на матке, на шейке матки, влагалище. Ну, уже если подняться выше, то там еще добавится проблема, как я люблю себя, да, как женщина, если мы говорим про грудь. Поэтому, когда мы смотрели и думали, вот мы берем женские половые органы, нижнюю часть, и вот так мы и начинали этот эксперимент. И, в принципе, мы не ошиблись. Поэтому мы не врачи, мы диагнозов не ставим, там миома, не миома, полип, там не полип. Есть образование, есть проблема, и есть устранение безоперационное. Хотя, когда, вот если говорить про инфодайвинг и отсутствие операции, да, это будет неправильно, что инфодайвинг заменит операцию. Иногда инфодайвинг делает так, чтобы операция стала возможной, в принципе, либо же делает операцию проходящей таким образом, что вообще нет осложнений. То есть, вот в нашей практике опять-таки экспериментальный был случай, когда не могли спираль удалить длительное время, потому что она стояла 30 лет, и потом она легко удалилась, вдруг ни с того, ни с сего, да. И еще одна новость, все-таки придется возвращаться к аутизму. Еще один наш ребенок прошел в школу медкомиссии и пойдет в нормальный лицей. Но вот сегодня мы получили сообщение, что как только мама где-то оступается, он очень даже бурно может на это реагировать. И конфликт ребенок-мама напрямую мы видим. Уже и мама видит, что вот действительно мама совершает косяк, ребенок ей отражает. Мама-ребенок. Но суть в том, что ребенок идет в здоровую школу, здоровый лицей, в общеобразовательную программу. И это прекрасно. А еще мы на этой неделе провели стрим. Стрим назывался «Авторитеты и важные люди в жизни». И, ребят, мы не ожидали, что это вызовет такой шквал писем. То есть были люди, которые нас просто благодарили. Но мы уже к этому привыкли. В принципе, относимся к этому спокойно, потому что понимаем, что разговор про авторитетов и вынос авторитета у человека происходит на автомате. И мы даже не замечаем, как мы выносим ответственность, выносим авторитета, выносим, 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 так распыляем себя и включаемся в какие-то игры. Но когда мы начали получать шквал писем, где нас упрекали, что мы там двигаем каких-то авторитетов, что мы сами хотим быть авторитетами, что мы чуть ли не весь мир захватили. Вот я читала некоторые письма и понимала, и в какой-то момент даже мы в книгу вставили некоторые фрагменты, человек видит то, что он видит. Он вступает в свой мир, а свой мир – это тот мир, который создал он. И он через письму своего мира видит любую информацию, и это не секрет, и на тему авторитетов и важных людей в жизни вдруг оказался взрыв. Просто взрыв. К девчонку только нас не упрекали. А мы потом сидели с Ириной так по пунктам. Не про нас, не про нас, не про нас, не про нас. Прикольно. Вот так через зеркало авторитетов человек видит себя. Ребят, вы своих авторитетов оставьте в себе. Не надо их выносить на нас или еще на кого бы то ни было. И мы это мучим, мы об этом говорим. Мы всегда об этом говорим, что не создавайте авторитетов из нас. Мы всегда это говорим. Инфодавинг же это и есть. То есть то, что направляет человека в себя. Мы каждый раз человека возвращаем в себя. В себя возвращаем, возвращаем. Но при этом человек все равно пытается вылезти и поиграть с нами в игру. Не получится. Это ваша игра. И вы сами определяете. Поиграете там тихо со своим отражением в зеркале, поразговариваете, поприявляете ему претензии, получите его жизни, потом поплачете, когда вам за вот это отражение стыдно или вы хотите прожить его ощущение или еще что-то. В общем, тихо сам с собой. В принципе, вот эта тема, я Ирине смеялась и говорила, она мне напоминает анонизм. Но люди очень классно играют вот так в авторитетах, в вынос и потом в нос обратно. Туда, сюда, туда, сюда. В принципе, очень похоже. Итак, ну не будем долго на этой теме останавливаться. Мы перейдем к следующей новости за эту неделю. Нам прислали результаты своей работы и отзывы от клиентов Ирина Павлюкова и Ирина Романова. Мы в прошлый раз говорили о них. Они работали с людьми и люди шлют благодарности. И мы разместили эти благодарности у нас на сайте. За последние два дня пришла еще пачка отзывов благодарностей. И по ним, и по другим стажерам уже пойдет следующий дайджест, потому что мы просто не справляемся столько благодарностей размещать и все зачитывать. Кстати, заметьте, вот здесь я зачитываю только то, что касается конкретных результатов. А просто спасибо, мы счастливы, целую ваши ручки и ножки. Мы это дело нигде не рассказываем. И у наших стажеров тоже очень хорошие результаты, очень хорошая работа. Далее Ирина Павлюкова и Романова, наша Канада, они начали работать с животными. И я уже читаю письма по животным. И это круто. На самом деле, девчонки, молодцы. Я искренне за вас рада. Эксперимент пошел. Итак, к этим нашим ученикам можно подавать заявки только по животным. Людей они больше не берут. Людей берут другие, которые размещены на сайте subretion.com. Но, ребят, я сразу оговорюсь. Помните, с детьми работаем только мы с Ириной. Потому что дети – это отдельная тема. Все ученики и стажеры работают только со взрослыми. И если вы подаете им заявку на ребенка, то работать они будут с мамой. Если вам надо конкретно работать с ребенком, значит, вы подаете заявку нам. Это разная работа. Но мы все равно будем работать с мамой. Но будем работать еще и с ребенком. Потому что дети – такая тема достаточно глубокая, сложная и ответственная. Очень ответственная. Итак, у нас еще пришла новость. Называется «Вот это да». Это про нашего нового ребенка, совсем нового. Его зовут Даян. И мама написала, как Даян выходит из аутизма. Мы с ним начали работать совсем-совсем недавно. И действительно, когда мы сделали первую отработку, и через пару дней мама написала о том, что она не может там не отвозить Даяна в реабилитационный центр. Пускай с ним там люди занимаются. Она его отдала, потом забрала. И мы маме очень сильно дали по костям. Ну вот, говорю как есть. Но дали, да. Потому что зачем рожала, да. И мы понимали, что там уже экономическая часть есть, потому что вложены деньги, оплачено все. Потому что они уже прилетели в Турцию работать и отдыхать и так далее, и так далее, и так далее. Но мама сразу не услышала. Сразу скажу, сразу не услышала. Был полный ступор. Но потом, вот чем отличается инфодайвер. В жизни человека складывается так ситуация, история, что маму жизнь заставила услышать инфодайверов. И на сегодняшний день у мамы открылись ушки, а ребенок пошел из аутизма. И это прекрасно. И на самом деле не прошло и месяца. Это июньская, по-моему, работа наша. А ребенок уже пошел на выход. И уже даже фраза вот эта «да» так и называется наша статья, которую вы можете прочитать на pub.by. Мы все это публикуем. И в нашем телеграм-канале. У нас есть телеграм-канал, называется Infodiving News. Там все повторяются новости. И очень удобно читать с телефона для тех, кому неудобен сайт. Поэтому там тоже есть такой интересный момент. А еще у нас порадовали одни родители. У нас был ребенок, мы о нем, наверное, говорили в прошлом дайджесте, что есть ребенок, у которого будущее связано с химией. То есть не часто подсознание ребенка просто кричит. Направьте меня в этом направлении. Я хочу прожить вот такой опыт. И у нас есть девочка, у которой подсознание выдало информацию. И мы об этом сказали маме. И вот уже видео, где у них свой собственный микроскоп, где они уже рассматривают ножки насекомых, где они уже полезли в химию, в опыты, в эксперименты. У них уже есть наборы, колбочки. И пошло. И ребенок начал раскрываться. Он просто счастлив. И это можно видеть на видео. На самом деле, когда родители вот так слышат то, что мы говорим... Да. А на самом деле, смотрите, как оказалось, у мамы с химией была... Мама не дружила с химией. И смотрите, что получается. Смотрите, какой взаимообмен. А у ребенка на химию желание, интерес. И мама, услышав нас, она ребенку дает развитие в химии. И плюс получает развитие для себя. Она с химией не дружила. Она этот предмет не знала. Она не знала вообще. Ей не интересно было. А сейчас вот ее просто заставила жизнь развиться в этом направлении. И получить этот опыт, знание. А теперь смотрите. Сколько детей не аутистов, да? Которым говорят, слушайте, вот у вашего ребенка там предрасположенность к такому-то спорту. Родители говорят, а зачем ему? Будет обычным человеком. И плюют на своих детей. Плюют в свой собственный, заметьте, колодец. Им потом у этих детей рождаться. Но они недоразвивают их. А есть мамки, которые везде пихают своего ребенка в них попа. И этот ребенок изнасилован уже. Он ходит, говорит, мне это текция не надо, мне это не надо, мне это не надо. И получается, что вот эти перекосы через инфодаймку, они вот так разверны. Потому что есть дети, у которых в подсознании есть яркая реализация. А есть дети, у которых в подсознании серая реализация. Такой, как все. Как вы думаете, от чего это зависит? Или от кого? От кого. Правильно. От первых трех лет жизни с родителями. Что родители посеяли, то они потом жнут. Да, то, что было в родителях, они то и смогли посеять. Если в родителях была серая масса, то они и сеют серую массу. И поэтому вот даже вот исходя из этого, вот осознайте, насколько, какое большое счастье, что мы через детей видим себя. Дети, наши зеркала, они нам показывают, какие... На самом деле это просто, это подарок. Это подарок увидеть самого себя. Представьте вообще. А еще на этой неделе у нас вышел фильм. Называется «Аутизм. Выход есть». Фильм «29. Ребенок здоров». Это про нашего Кирюху и про его диагноз. Полный выход из аутизма. Здесь же есть интервью мамой. Можете послушать. Кстати, очень большая реакция на эту маму в интернете. Мне пришло очень много писем. Причем очень интересно. Люди писали и звонили, и все подряд. И сразу. У меня есть больной ребенок. Сделайте его здоровым. И вы знаете, наверное, на третьем человеке меня начало клинить. Вот, ребят, вы смотрели этот фильм, где мама рассказывала, как она изменилась для того, чтобы изменился ребенок. Как она стала другой. Как изменилась ее жизнь. Как изменились отношения с мужем. Как изменились отношения с родными. Мама стала другой. У мамы специальность другая появилась. И тогда ребенок стал здоров. И мама это осознала. И тут же, посмотрев этот фильм, человек звонит и пишет, говорит. Сделайте мне здорового ребенка. Сделайте мне. Я на третьем человеке сидела подклинившая. И говорю, наверное, надо. Обязательство водить, читать наши книги. А кто ребенка сделал? А кто ребенка сделал? И еще один момент, который стал звучать очень часто. Зачастую родители тупят. И тогда включаются бабушки с дедушкой. У них же больше жизненный опыт. И они тоже просят вернуть их внуков к жизни. И вы знаете, у нас было всего несколько таких случаев, кого мы брали в работу. И иногда, вот даже недавний случай, недавняя отработка повторная, когда мы работали с ребенком. И мы написали, что ему нельзя ехать в детский лагерь. И бабушка нам пишет, а мы не решаем, решают родители. А родители в это все не верят. Но это были те дети, которые у нас были экспериментальные. И у нас внутри сразу усадок. А зачем работать с этим ребенком? Если родители туп пускай смотрятся в свое зеркало. Нет смысла биться о камень, о скалу, пытаясь этого ребенка вернуть в здоровую жизнь, когда они... Для них это нормально. Ну, тик и тик у него. Их это устраивает. Их это устраивает. Их устраивают эти нервные тики. Это же не их трясет, да? Поэтому мы не берем больше детей от бабушек. Потому что, когда встает вопрос, что нам надо работать и надо, чтобы мать что-то делала, чтобы она каким-то образом реагировала на изменения ребенка, как минимум замечала их, то здесь возникает тогда вилочка. А вилочка говорит о чем? Мать лжет. Она не хочет признавать болезнь ребенка. И типа на халяву проскочит, да? Она плюет свой собственный колодец. Ребенка мы отстегнем. Он пойдет в выздоровление. Что будет у матери, которая нагадила себе же? Правильно, боль. Каким образом эта боль проявится? Ну, мы можем подсмотреть вперед. Но, в принципе, оно очевидно. Боль есть боль. Боль – болезнь. И потом мама пишет, что вы мне что-то сделали или еще что-то. Нет, мы тоже это проходили. И поэтому мы сейчас исключаем. Наши мамы не болеют те, с кем мы работаем. Но они все работают. Потому что боль мы научились причинять сами. Вместо болезни. И тогда мы бьем в самое больное место. Мама работает. И мама проходит вот этот период выхода из болезни абсолютно осознанно. Вот таких родителей мы приветствуем. И мы, в принципе, все вот эти процессы, все вот эти вещи описали в наших книгах. И поэтому, и в дальнейшем оно так и будет. К нам будут обращаться только те, кто уже читал книги. Кто готов работать. Кто готов именно. Кто готов меняться. Кто готов ради своего ребенка пойти на такие личностные трансформации, чтобы потом осознать, что это ребенок приходил ради вас. Да, кто готов будет. Мы будем с теми работать, кто пройдет книги, прочтет, прослушает хотя бы какие-то курсы, погружения пройдет. Правда? Он будет готов. А готов к чему? Готов к тому, что да, будет больно. Будет где-то местами очень больно. Но я готов идти. Готов слышать о себе то, что мне не нравится. То, от чего всю жизнь бежал. Вот я готов буду посмотреть болезни своим страхом в глаза. Остановить вот этот круг. Бег, как белка в колесе. Остановиться и вдруг сказать, да, я смотрю себе в глаза. Да, я говорю правду сам себе. Да, я готов меняться. Да, 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 да. И вот с этого момента начинается трансформационный путь. И это путь родителя зачастую болезненный, но в то же самое время он всегда заканчивается счастьем. Здесь в конце всегда есть хэппи-энд. И то счастье, которое у него не было. Счастье в взаимоотношениях с любимыми. Счастье в здоровых детях. Счастье в собственном здоровье. В реализации. В том, как он видит этот мир. Как он открывает для себя жизнь. Наслаждается. И так далее. И вот об этом счастье нам приходит просто невероятное количество писем, которые мы не читаем. В силу того, что они в 3-4 строчки человек просто выражает эмоции. Как он благодарен. Как он счастлив. Но в эту точку надо прийти. Да. И очень классно, когда вы идете в нее сами. Вы идете вовнутрь себя. Вы идете. Не мы вас несем. Еще одна новость. У нас есть официальная страничка в инстаграме. На нее можно подписываться, подключаться. Там публикуются разные наши те новости, которые мы не можем разместить на ютубе. А мы сегодня оставили, по сути дела, 2-3 месседжера, в которых мы размещаемся. Это у нас телеграмм, инфодаймк-ньюс. Это у нас инстаграмм. Там, где наши краткие фото, видео, заметки. То, что мы вот в моменте здесь и сейчас прямо отснимаем и выкладываем. И у нас остался наш ютуб-канал, который скоро пополнится еще и французским вариантом. Так как у нас нашлись ребята, которые переводят наши фильмы и наши книги на французский язык. И далее, следующий шаг. Уж коль мы начали этот дайджест, мы ищем компанию издательства. Будет это Озон, Оз, Амазон, еще там кто-то. Неважно. Может, это какое-то издательство европейское. Может, это российское. Может, еще кто-то. Ребят, смотрите, сколько у нас книг. У нас есть свой магазин, у нас есть свои лицензии. Мы все имеем право делать на территории Беларуси и рассылать это почтой в другие страны. Но мы хотим работать с профессионалами. Мы знаем, что есть технологии продвижения. Мы знаем, что есть та кухня, которую мы не знаем. Кухня бизнеса. У нас не хватает времени на инфодайвинг до конца. Поэтому мы хотим заниматься инфодайвингом. А все вот эти вопросы делегировать, но профессионалам. На определенных условиях, на которых мы договоримся. Мы всегда договоримся, чтобы было win-win. Выиграл-выиграл. И на этих условиях мы готовы двигаться по книгам. А возможно, мы найдем еще точки пересечения, когда начнем говорить. Но это должен быть профессиональный разговор. И если вы имеете такие возможности, тогда вы можете написать мне. Я вас сведу с тем человеком, который будет непосредственно заниматься этими вопросами. Хотя мы и сами не стоим на месте. Мы тоже с крупными операторами на сегодняшний день ведем переговоры. Поэтому как пойдет. Но на всякий случай. Интернет нам помогал всегда. Интернет нам помогал с переводчиками. Интернет нам помогал с юристами. И на сегодняшний день, следующий момент продвижения, это момент продвижения наших книг. Мы тоже хотим работать с профессионалами, которые точно так же заинтересованы в этом продвижении. Да, потому что наши книги на самом деле кому-то могут быть даже просто... Для кого-то хватит книг, чтобы прочитав наши книги, появится желание «хочу». «Хочу жить», «хочу раскрыться». «Хочу познать себя». А для специалистов они откроют глубины психики. На самом деле, все, что мы поописывали... Вот смотрите, для человека психика – это некая мусорка, где есть все, что непонятно как оттуда достается. И туда можно точечно, через регресс, через расстановку, нырнуть, что-то отщипнуть и что-то достать. И типа человеку должно полегчать. Но никто не может сказать, что и как там хранится. То есть сегодня в представлении психологов, психиатров психика – это хаос. И чтобы хоть как-то привязаться к этому хаосу, начать структурировать, наводить там порядок, привязываются к физиологическому мозгу. И говорят, нейроны правят миром. Нет, господа, психика – это не нейроны. Нейроны – это уже инструмент психики, проявленный в физическом теле. А психика имеет четкую структуру, где уложено четкое программное обеспечение. И там все очень стройно. И там, грубо говоря, вы не можете хаосом назвать процессор этого компьютера. Не можете – это неправильно. Здесь нет хаоса. Здесь все – математика, физика. Все очень структурировано. Единички, нолики – точно так же и в психике. Кодики, кодики, кодики. И вот эти вещи мы описываем. И на сегодняшний день даже описали, вот как воткнуть в розетку. Вот эту силовую часть. Мы ее тоже уже описали. Дошли до розетки. Теперь разворачиваемся. И дальше будем уже выдавать алгоритмы в полном объеме на результат для врачей, для патентов. В обратную сторону мы начинаем двигаться. И это кусок работы. У нас уже 4 патента на подходе. И на сегодняшний день я еще 2 расписала, которые надо будет сделать. Это кусок работы на ближайший год. Но дорогу оселит идущий. Нам же интересно. Нам интересно. Мы знаем, что мы переворачиваем мир. Мы переворачиваем науку. И мы все-таки говорим и настаиваем на том, что наука со временем придет и примет в свой основной постулат. Не то, что материя первична, а первична материя и сознание. Без материи нет сознания, без сознания нет материи. И вот как только основной научный постулат изменится на материи и сознание первичны. Вот с этого момента инфодайвинг станет научным направлением. Огромным. Итак, мы продолжаем дальше. И у нас еще наши ребята, наши инфодайверы записали ролик сегодня про клубные занятия и про практикумы. Зачем они нужны? Это все подробно объясняет, почему очень хорошо людям начинать вот с таких простых занятий. Они иногда бывают бесплатные, иногда бывают дешевые. Да, во всяком случае дешевле, чем у нас с Ириной. Но они помогают человеку услышать, о чем идет речь. Потому что до сих пор, когда приходят в инфодайвинг или мне пишут, задают вопросы. Это регрессивный гипноз. А как это соединиться с Таро? А как это соединиться со стеопатией? А как это... А никак. А никак. Внешнее восприятие – это внешнее восприятие. А внутреннее восприятие – это внутреннее. Объективное, субъективное – это разные точки восприятия. Вы можете смотреть на небо с Земли. Вы можете смотреть на небо с космического корабля пилотируемого. Как вы думаете, вы будете одну и ту же картинку видеть или разную? Разную, господа. И вот точно так же на любой объект жизни можно смотреть вот так. Джессика пришла со всеми поцеловаться? Иди, Джессика. Поцарапай. Видишь меня? Итак, какие у нас еще новости? Ириш. Параги, новости ты еще хотела напомнить? Девчонки, любовь Першина и Александра Волкова очень хорошие результаты выдают. Тоже заставляют людей работать с собой, с детьми и так далее. Замечать разницу. Опять же, что вот они прислали фотографии, видео о том, что ребенок вот вчера делал вот так, а сегодня уже умеет делать вот так. Поэтому это очень тоже интересно. Они молодцы, у них очень хороший результат. Отлично. Супер. Так мне тогда проговаривать не надо. Вова это вставит и все. За кадром идет помощь. Итак, а у нас еще сегодня осталась одна новость. У нас сегодня будет погружение коллективное. И потом мы уходим на отдых. У нас будут каникулы, 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 каникулы. Итак, мы уходим на каникулы. А сегодня у нас погружение здоровья. И это офигенное погружение. Почему? Потому что мы разработали новую психотехническую базу, которая позволяет перепрограммировать человека. Но если мы туда закладываем свои программы, то получается как бы нестыковка, нет обратной связи. А нам четко нужна обратная связь от человека. И мы заметили, человеку крайне тяжело написать выход из болезни. Вот просто невероятно. Некоторые с восьмого раза у нас пишут, как они видят выход из заболевания. Так вот, сегодня вы приходите на погружение здоровья с алгоритмом выхода из заболевания. И пожалуйста, алгоритм типа «мне нужен секс» не принимается. Это не алгоритм секс, это секс. А алгоритм выхода из заболевания – это алгоритм выхода из заболевания. Я сейчас не стебусь, я такое письмо получила прямо перед тем, как начали записывать это видео. Итак, сегодня вы приходите с алгоритмом выхода из заболевания. Для тех, кто не может и не видит, как он выйдет из заболевания. Человек так страдает и так болен, и у него так много важных болезней. Для тех, напишите, пожалуйста, алгоритм, как вы болеете. Вот до самой последней точки. Как вы видите развитие своей болезни. Да, когда к вам приходят родные и близкие проводить вас в последний путь. Вплоть до этого, да видите. Можете даже памятник выбрать. И вот в тот момент, когда вы будете плакать над своим собственным памятником. Должна случиться вспышка. Если осталась частица разума, которая скажет, ты что, придурок, посмотри в другую сторону. И с этого момента человек начинает писать выход. Потому что, как правило, надгробный камешек человек осознает. И даже его физическое тело уже противится этому. Потому что, если нету разума человеческого, то интеллект тела уже работает. Говорит, ты что, чувак, у тебя что с головой? Давай-ка мы сядем, уделим там 5 минут, 10 минут времени и напишем. Так что вы выберете, к какой категории людей вы относитесь к первой или ко второй. И уже с заготовкой приходите сегодня в 20 часов на коллективное погружение под названием «Здоровье». До встречи, друзья, до встречи. И следующий наш дайджест в понедельник.